Помните, да, о чем на прошлом собрании говорили, да? Какая тема была у нас? Мы телевизор смотрели много. Про образы, да? Тема называлась «Сила образа». И вот я понял, ну, как бы четко так понял, что нужно продолжать говорить об этой теме, нужно в этой теме еще побыть. Потому что, как бы вот, ну, за одну проповедь можно только немножко сделать презентацию всей этой темы. Вот. И я почувствовал, что вот увидел, что то, что запомнилось, то, что отразилось, вот эти вот чудовища, да, вот эти обколотые там, да, протатуированные, и образ мира, да, то есть деньги, машины и так далее, да. И я просто понял, что вот, ну, вот в людей это вот залетело, и все. И у многих людей просто емкость того, что я пытался передать, она закончилась. И я бы не хотел на этом останавливаться, да, что вот, ну, вот мы проговорили про образ, да, и все, ну, да, вот есть образ мира, да, вот не любите мира, да, не того, что в мире. И, ну, самое главное, что я хотел сказать, это я хотел сказать про образ Иисуса Христа. И вот сегодня я бы хотел вот в той проповеди, которая была, мы еще раз по какой-то части ее пройдем, расставить акценты. Именно вот сегодня, да, то есть мы задали платформу, и сейчас я хочу выделить акценты, прочитать те места, которые тоже были вот для этой темы приготовлены, может быть, еще какие-то новые. Прочитать те места, про которые я просто сказал, я просто хочу пребывать в этой теме, вот, и нам, ну, потому что нам очень важно, чтобы нам было на что взирать, на кого взирать, да, вот. Вот не просто мы показали только образ этого мира, но вы знаете, какое ключевое слово было, вот, ну, даже про образ мира. Кто-нибудь, может быть, вот догадается, о чем я говорю, вот, я там один стих давал, да, где потом говорилось так, что пускай те, кто из вас радуются, будут как нерадующиеся, печалющиеся, как непечалющиеся, женатые, как неженатые, и наоборот, и так далее, да. И там так вот, и дальше там про образ мира. А помните, вот, что там сказано или нет? Кто-нибудь помнит? Хоть кто-нибудь один, нет? Ну, хорошо. Там написано, что проходит, ибо проходит образ мира сего. И знаете, вот, вот, ключевое слово какое там? Какое? Проходит, да. И я вот сегодня расставляю эти акценты, да, что там написано, да, вот это вот все сказано нам, да, мы просмотрели про образ мира. И если ты, ну, просто посмотрел на образ этого мира, сказал, ну, да, вот образ мира, вот он такой, и это действительно так, да. Но это не то, что я хотел сказать, и не то, что говорит Библия. Библия говорит, что проходит образ мира сего. Вот это ключевое слово. Что означает слово проходит? Заканчивается, заканчивается, уходит, да, это приходящее, это вот, ну, проходит, это то, что не останется, это то, что заканчивается, да. И вот, вот, это духовный такой образ, который передает апостол Павел, да. Не просто там, не любите этого мира, но не любите этого мира почему? Потому что он проходит, вот, и Бог хочет вложить в нас некий новый образ, аминь, некий вот правильный образ, образ мыслей, образ действий, образец, да. И вот это, где мы видим этот образец? Аминь. В Иисусе Христе, конечно, конечно. Вы знаете, что есть еще такой стих, давайте откроем римлянам, шестую, пятую главу. Есть такой вот, ну, мне так нравится иногда, вот эти маленькие вещи, как бы вот такие добавления, вот апостол Павел, так вот, он как вот, ибо проходит образ мира сего, да. Вот он сказал то, что он думал, он чувствовал, вот не сказал бы он это, да, не сильно бы мы что-то потеряли, да, вот, ну, в контексте всего послания к римлянам, да. Оно большое, там много вкусного, но, ой, вернее, к римлянам, но вот он, ибо проходит, да. И вот здесь тоже, я когда-то наткнулся на этот стих, это пятая глава, четырнадцатый стих. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Вот, вот знаете, вот, римлянам пятая глава бы вообще ничего не потеряла, если бы там не было вот этого вот стиха вообще. Вот смотрите, я вам прочитаю тринадцатый стих, и вот четырнадцатый вообще уберу, и вставлю сразу пятнадцатый. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменялся, когда нет закона. Но дар благодати не как преступление, да, вот, ну и нормально, поехали. Ну вот, и кто дал вот право такое апостолу Павлу вот сказать про то, что Адам есть образ будущего. Мы так привыкли, что Адам, он согрешил. У нас проблемы из-за Адама, да или нет? Ну, как бы вот, из-за преступления одного все сделали с грешниками. И вдруг апостол Павел говорит, что он есть образ будущего. Как это работает? Что это такое? А? Ну, Адам действительно есть образ будущего. То есть, смотрите, мы, то есть, ну, мы должны научиться мыслить по-духовному, да, что Библия нам пытается сказать, да. То есть, мы всегда вот движемся, как бы, вот линейно, да, у нас время, да, у нас история, как бы, линейная. И вот Адам, он исполнил там, да, Адам, он согрешил. И мы вот, ну, все, мы на него уже смотрим, как на такого, да, как... А тут нам Библия говорит, он есть образ будущего. Да, вот, ну, странные немножко вещи. И, но, и опять же, да, слово образ. Но в чем он образ будущего? В отношениях с Богом. Ну, это просто, ладно, это вот, ну, я так думаю, вы уже рассуждайте сами, да, открывается ли вам или нет, да. То есть, вот, Бог создал человека для человека. Помните, тоже я вам говорил, для кого Бог создал нас? Для себя, как рыбок в аквариуме? Нет, Он создал нас для нас, чтобы мы и жили. Он делится жизнью, Он дает жизнь. Он источник жизни, Он любовь, и Он просто вот створит, дает жизнь. Вот, и Он создал человека, и создал этого человека, вот, ну, без проблем. Человека, который очень ясно слышал голос Божий, очень ясно с Ним общался. Они там животных называли, помните, да? Он приходил к нему в прохладе дня. Вот в чем заключается образ будущего. То есть, Адам, Он не только наше прошлое, которое, да, вот, из-за которого у нас проблемы, но Адам же и является образом будущего, то, куда Бог нас хочет привести. Вот, и мы, ну, как бы, мы должны это вот понимать, должны понимать все эти образы. Вот, и поэтому, да, мы уже можем читать, что первый Адам, да, был человек перстный, да, и второй Адам, Господь с неба, да, поэтому Иисус Христос, Он тоже назван вторым Адамом. То есть, Иисус, Он, как второй Адам, у Него отношение с Богом, но Он уже, вот, ну, Адам чего не знал, да, Он не знал вот этого искусства обольщения, Он не был знаком с этим, да, Он не был знаком с грехом, Ему не был, вот, ну, Он не видел последствий, Он не знал, что такое может быть вообще, и что это такое, у Него не было этого опыта. Но отношения с Богом у Него были шикарные, да, и теперь у нас есть Иисус, да, и я вот, ну, давайте мы второзаконие прочитаем, как Бог восстанавливает отношения с человеком. Второзаконие. Вот Бог начинает восстанавливать отношения с человеком, и Моисей, выведя народ из рабства, приводит их в пустыню, и там гора, и Бог дает им завет, да, и вот там есть такие слова. С 15 стиха, 4 глава. «Которая в водах ниже земли, и дабы ты, взглянув на небо, и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно». Вот, да, ну основной стих, это самый вот первый стих, который мы прочитали, 15 стих. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого изображения на горе». То есть вот Бог, Он сразу начинает бороться за образ, да, пока люди не готовы, да, пока человечество еще не готово, Он говорит, не вздумайте даже пытаться меня изобразить. Не вот просто твердо держите в душах ваших, да, то есть вот, ну, там была гора, которая пылала огнем, да, можно было бы попытаться еще гору изобразить, да, но Бог идет наперед, и все говорит, ни рыбы, ни птицы, ни вообще чего подобного, искусству вымысла человеческого, и потом даже идет и звезды, и луна, и солнце, и все подряд. Даже вот не вздумайте, вот, и мы должны это понять. А что же мы имеем сейчас? Вот в Ветхом Завете все, нельзя образ, да, и мы видели, что у народа израильского было очень много проблем, из-за того, что они все-таки не могли вот этому следовать. Ну, как это так? Человеку нужен образ, человек нуждается в образе, человеку нужно вот что-то смотреть, что-то представлять. Как это совсем без образа вообще? Да, и они вот, ну, натворили делов. И Бог вот в этой даже четвертой главе, Бог там о всем предупредил. Когда придете в землю, будет у вас там другие народы, и вы вот к ихним идолам и кумирам не поклоняйтесь. Но когда начнете поклоняться, я вас буду бить очень сильно. Но когда буду бить очень сильно, буду вас потом принимать и миловать тоже. Бог им сразу все рассказал, что с ними будет, вот, что они все равно не удержатся, они все равно найдут себе какой-то образ, и вот, ну, как бы вот, вот их к чему-то привяжут, и они приземлятся. Вот. И народ Израиля проходил через вот это вот, да, отсутствие образа, и через вот эту проблему идолопоклонства. И вот самый пик, самый финал идолопоклонства был Вавилонский плен, знаете ли? Ну, слышали про такое? Вот. То есть они грешили, грешили, ходили к другим богам, и все это. И Бог вот прогневался на них, и просто пришел Вавилонский царь, уничтожил города, Иерусалим, Самарию. Практически было стерто все с лица земли, храм был разрушен, стены разрушены. Вот. Увел в плен, да, и вот с этого момента, кстати, вот, да, до этого момента, до Вавилонского плена у них уже был храм, да, у них было храмовое богослужение, и вот, ну, у них уже были вот отношения с Богом. В момент Вавилонского плена, в период, да, вот, ну, вот историки говорят, после Вавилонского плена проблема с идолопоклонством была полностью решена в народе израильском. И до сих пор она решена. Они, ну, как бы, все, вот тот урок они выучили очень хорошо, что идолы, это все не то. Вот. То есть они были очень сильно через это научены, и они воззвали к Богу, да, через вот сколько-то там, 70 лет, да, и Бог их восстанавливает, Бог забирает, они строят стены, строят храм, там, и так далее. И появляется вот именно вот в этом периоде, да, после Вавилонского пленения синагогальное богослужение от слова синагога, да, они, то есть от только храмового богослужения народ переходит к книге. То есть вот они в этот момент получают книгу, да, именно вот эти вот диаспоры, которые живут в Вавилонском пленении, да, нуждаются в духовности, да, и вот там, как бы, начинает создаваться книга. Вот. И это уже входит вот в культуру, да, Божьего народа. Иметь книгу, собираться, читать ее, и таким образом поклоняться Богу, искать Бога. Вот. Вот такова история, знаете. Мы сейчас с вами имеем вот этот образ, да, мы имеем и образ храма сейчас, да, и также имеем образ синагоги, да, где вот люди собираются, открывают Писание, читают, и, да, и мы видим, что Иисус каждую субботу по обычаю своему входил в синагогу, да, и читал. И вот, ну, понимаете, мы должны понять, вот откуда у нас это. Понимаете, да? То есть вот откуда у нас это. Мы получили это, да, через вот эти тысячи лет, сотни лет. Все. То есть они живут без образа. И когда приходит полнота времени, Иисус приходит, да, рождается от Девы, и появляется вот этот Божий Сын, Иисус Христос. И Библия его называет. Давайте откроем Колоссянам. Мы просто в прошлый раз мы это, я просто озвучивал. Колоссянам первая глава. Сегодня я хочу, чтобы мы вот еще и прочитали. Как я уже сказал, я просто хочу пребывать в этом. Вот моя основная задача сегодня, и вот, ну, для того, чтобы мы просто об этом размышляли, чтобы, ну, вот в нас, чтобы Бог своим духом в этот момент, пока мы об этом размышляем, производил у нас определенную работу. Потому что я верю, когда мы размышляем об Иисусе Христе, когда мы вообще вот обо всем этом размышляем, мы, действительно, Бог производит в нас свою работу. Помните мы, конференция, как у нас называлась? Преображающая сила Евангелия. Какой корень слова там? Образ, опять же, образ. Образ, да, поэтому вот, ну, мы начали в этом двигаться, да, и это все об этом, да, что вот преображающая сила Евангелия, это от слова образ, она изменяет образ, образ наших мыслей, да, и вот образ мира, он проходит, и приходит другой образ, да, это то, что должно с нами произойти, то, ради чего мы ходим в церковь, то, ради чего мы вообще, ну, ну, живем. Это и есть христианство. Преображение, преобразование ума и преображение наше, да. И вот мы читали, еще раз можем там читать, второе коринфянам, третья глава, где Павел тоже пишет, и мы, взирая на него, преображаемся в тот же образ, как в зеркале, от славы в славу, как от Господня Духа, да. И вот, ну, сегодня мое такое желание научить вас, ну, как бы, вот передать, да, вот свой опыт, да, передать, как взирать на Христа, что это вообще, да. Вот, и мы говорили вот о стереотипах, да, что вот есть Иисус религиозный, есть Иисус, вот, для того, чтобы сломать иногда религиозную картинку, я не хотел вам поменять образы, да, чтобы у вас был один образ Иисуса Христа, вот такой вот, и поменяли мы его на другой, который больше похож на апостола Петра, если кто помнит эту картинку, да. У меня не было задачи поменять образы, у меня была задача немножко сломать религиозный образ, да, показать некую другую альтернативу. И вот тоже сегодня напоминаю, что нет у нас изображения Иисуса Христа в Библии, знаете, у нас даже есть как бы небольшое изображение царя Давида, помните или нет, вот, был кудрявенький, светловолосый, там, да, светлоглазый, красивый, да, а Иисуса Христа не дает нам никто образ. Вот какой он был. Но Новый Завет и Ветхий Завет, и все это, все о нем. Да, помните, он говорит, исследуйте Писание, потому что все Писание свидетельствует о мне. И когда мы начинаем в Писании смотреть на таких мужей веры, как там Гидеон, Давид, Самуил, мы лишь чуть-чуть видим отражение Христа. Христос, ну вот, намного больше имел вот эту вот полноту, да, то есть взирая на всех этих, да, я хочу быть, как Давид, я хочу быть, как Гидеон, я хочу быть, как, да, но это всего лишь отражение образа Христа, лишь вот небольшая его частичка. Потому что вот, ну, действительно, вот, в этом суть. Это правильное направление. Фома однажды, Филипп однажды Иисусу говорит, да, ну, покажи нам Отца и довольно для нас. Да, все, вот, хороший вопрос такой, да, Иисус все время говорит об Отце. Иисус все время рассказывает, какой Отец, Отец, и они видят, что Отец реально что-то там все время делает, и они в шоке, да, они видят, вот, ну, живого Иисуса, Иисус говорит об Отце. И вот у Филиппа у него назревает этот вопрос. Ну, все, вот он выразил вот это общее мнение. Ну, покажи нам уже Отца, а, и довольно для нас. Кто помнит, что Иисус отвечает? Филипп, Филипп, как ты говоришь, покажи нам Отца? Ты видел меня. Разве ты не веришь, что я Отце и Отец во мне? Кто видел меня, тот видел Отца. Ой-ой-ой, да? И наши мозги сломались. А как это работает? А как это, что такое? Поэтому давай, это, еще раз, теперь вот наглядно я вам показываю, да, вот. Суть в чем? Вот что вы видите? Лица смотреть. Это одно и то же лицо, да? И вот в этом откровении вот этой вот, да, иконы. Икона – это образ, да? То есть, оказывается, икона, она может быть духовным каким-то отражением, духовной проповедью, я бы так сказал, вот, ну, вот это меня трогало, понимаете? Я говорю, что не думайте, что я тут какую-то, вот, что-то придумал, несу какую-то ересь. Учился в институте, преподаватели мне об этом всем рассказали, меня просто это очень сильно трогало. Это расширяет мое… Ну, что, не та? Так, другая она? Похожая. Ну, вот, то есть, вот, кто бы мог подумать, да, вот, кто бы мог вот так изобразить Троицу? Я считаю, что только духовный человек, да? Потому что вот не духовный человек бы изобразил Троицу бородатенького дедушку и голубя и сына, да? Вот, в принципе, даже и этот образ имеет право, да, на существование для того, чтобы у человека отпечатывался, да, какой-то, что Бог триедин – Отец, Сын и Дух Святой, да? Но вот в этой вот, в этом изображении, в этой иконе есть откровение. «Видевший меня, видел Отца». И вот я говорю, у меня однажды посетило тоже такое откровение, что наш Бог – это как молодой человек, примерно 30-35 лет. Вот представьте, вот, да, вот тоже мозги ломает, да, что наш Бог, оказывается, вот он такой, по внутреннему своему ощущению, знаете, это не уставший вредный старик, знаете, или там, ну, они опять грешат, как же я от них вот встал-то, знаете. Вот наш Бог не такой, он не утомляется, написано, да, не утомляется, то есть вот он вот в этом возрасте всегда, понимаете, и не стареет. Это вот, ну, нам понять трудно, мы тут по плоти стареем, а он не стареет, да, вот он такой. И поэтому Иисус говорит, как же ты, Фома, Филипп, говоришь, покажи нам Отца, ты видел меня, видевший меня, видел Отца. Вот, и, ну, в чем он видел Отца, да, то есть, и вот ученики, они, они жили с Иисусом, они видели Его личность, знаете, они переживали Его личность. Вы знаете, да, что люди, они, мы вообще друг друга все переживаем, да, как личности. Вот вы это, ну, заметьте, что мы не только видим человека, да, вот визуально, мы его переживаем, да, и вот иногда, вот бывает разное ощущение, да, разные чувствования к человеку. Вот он, может быть, еще ты ничего тебе не сказал, ты уже чувствуешь, что он вредный, да, или злой, или еще какое-то, да, то есть, вот он, вот ты личностью Его своей пережил, тебе даже говорить ничего не надо. Вот, и вот ученики, представляете, они переживали Иисуса Христа, как личность, который всегда с Ними находился. Вот, и вот об этом они потом говорили, наши глаза Его видели, наши руки Его трогали. Понимаете, они говорили об этом обычно потом все время, потому что когда в этот момент они с Ним как бы находились, они, ну, может быть, от них это было скрыто, то, что Он говорил, с Ними была такая глубина, такая сила, да, ну, Бог воплоти с Ними был, как личность, да, ведь, понимаете, вот Бог, вот Он, ну, не то, что это немножко будет так по-человечески сказано, но Бог не хочет, чтобы Его любили за то, что Он Бог. Бог хочет, чтобы Его любили, потому что Он личность, Его как личность. Ты разве хочешь, чтобы тебя любили, там, за твои деньги, или за твои какие-то возможности и так далее? Нет, мы все просто хотим, чтобы нас любили, именно нас, не наш образ, не нашу картинку, меня. Мы все в этом нуждаемся. И мы говорили уже о том, что Бог, в принципе, Он в этом не нуждается, но как личность Он этого желает. И Он это будет принимать, да, и Он будет видеть сердце. Почему Бог говорит, да, много раз про того же Давида? Нашел я мужа по сердцу моему. Да, вот по сердцу нашел я вот это сердце, которое вот любит меня, которое будет слушаться меня, которое думает так же, как я, да, которое стремится к тому, чтобы думать, как я. Понимаете, поэтому вот Иисус, находясь с учениками, Он просто с ними находился, как личность. И это было самое главное для Него, да, и для учеников тоже. И вот потом у учеников вот этот образ, Он взял и отразился на них, отпечатался. Трогали наши глаза, видели наши. До них потом стало доходить, как Он думал, как Он мыслил, какой Он был, что это была за личность, что это был за характер. Вот, поэтому мы должны понять, что тот образ, который Бог нам хочет дать, вложить в нас, это невидимый образ. Это не образ плоти какой-то, не образ иконы, но это образ вот, образа мыслей, образа характера, да, образа чувств. Вот это то, что Он пытается нам вложить, это то, на что должен быть устремлен наш взор в Евангелии, да, читая Евангелие. Как мы, да, теперь воспринимаем этот образ, пребывая в Евангелии, читая Евангелие. И особенно вот, ну, мы должны вот эти мелочи замечать, которые, знаете, вот, ну, вот как, вот, знаете, там я говорю, ладно, у меня там был такой момент. Ученики просто, вот, когда я Богу стал просить, открывать меня Иисуса, и я начал сам, вот, делать какие-то, вот, ну, быть более внимательным, чтобы увидеть что-то еще дополнительное, я начал видеть всякие такие вот мелочи. Там есть один такой момент, когда ученики о чем-то Его хотели спросить, написано, но боялись. Вот просто такая маленькая иллюстрация, да, вот, вот они не, а, там, там, они не поняли, что Он сказал, но спросить Его об этом боялись. Вот всего лишь одно слово, что они боялись Его о чем-то спросить, мне говорит о том, что вот они Его уважали очень сильно, понимаете? Они на Него, они, вот, знаете, вот так они на Него смотрели, что, ну, вот, даже спросить вроде как можно было, но они боялись даже спросить. И вот, когда ты начинаешь читать Евангелие и смотреть в Евангелие пристально, да, через глаза учеников, через глаза Его врагов, да, фарисеев, через вот, ну, когда ты действительно читаешь Евангелие, вот, заходишь туда, в эту картинку, попадаешь, начинаешь крутить головой, начинаешь смотреть на какие-то мелочи, детали, вот тебе начинает по-настоящему открываться Иисус Христос. Этот образ. Потому что, вот, как я уже сказал, это тайна. Он, как вот, скрыт. Да, он, вот, был среди людей, и многим это было все скрыто, все закрыто. Ученикам только иногда открывалось, да. Помните, он бурю останавливает, они такие, да кто же это вообще, да, что и буря. Вот, вот она еще маленькая такая иллюстрация, что ученики удивляются том, что он остановил ветер и волны, и они говорят, ничего себе. Вот, ну, то есть, они уже где-то, то есть, мы видим, что есть моменты, когда они, ну, за ним ходят просто как за человеком, за учителем. Они колосья срывают, мы говорим, да, им кушать иногда хочется. Они там на чем-то о своем тоже думают, да, как Иуде денег не хватает, вот он пытается тоже там что-то, да, для себя выкроить, да. И вот, ну, вот они ходят за ним, у них ихняя жизнь, вот, продолжается. Но с ними вот эта личность. Вот эта вот личность, которая носит в себе всю славу неба. Представляете? Как вот первая Коринфиана, ой, первая Колоссянам, вернее, не первая, просто Колоссянам, первая глава. Пятнадцатый стих. Просто, да? Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Он есть глава церкви, он начаток, он первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И опять же, пятнадцатый стих начинается, который есть образ Бога невидимого. Вот в чем этот образ? В физической Его плоти или в чем? И я говорю, что нам надо просить Бога, да, если мы чувствуем, что нам недостает этого, да, что нам как-то скрыт Иисус Христос. Я вот, ну, не могу в нем ничего такого увидеть, чему я могу вдохновляться. Знаете, у меня однажды был этот опыт. Я когда только столкнулся с христианством, попал в центр, я все время про это рассказываю. Мне казалось, так, вот я против Бога вообще ничего не имел. Мне вообще казалось, что у меня есть отношение с Богом. И у меня, ну, и скорее всего это так и есть, да, что у каждого человека, даже до того, как он попадает в церковь и начинает слушать Евангелие, у него есть отношение с Богом. Он знает, Бог где-то спасал его, где-то выручал. Я был на сто процентов в этом уверен, да, вот где-то внутри у меня вот какие-то иконки там стояли. Какой-то образ я имел, вот, да, какое-то мнение было составлено об этом. И я пришел в центр христианский, и то, что я, ну, как бы начал видеть, слышать, да, Слово Божие меня коснулось. И я быстро, как бы, к Богу открылся, и все, и сразу захотел, но вот в этой культуре христианской, да, и в ту, в которую я попал, везде было написано, там, Иисус любит тебя. Просто Иисус, Иисус, Иисус. Песни у нас там все Иисус. И вот так много было этого имени Иисус, так много было, вот, что я даже чувствовал, что мне это даже где-то раздражает. И, возможно, вот я говорю, что у людей вот такое бывает. Я даже могу склониться на то, что вот есть люди, они как бы даже христиане, но они вот, у них реально есть какое-то вот противление Иисусу. Они вот Бог, да, Богу, да, Бог помоги, вот что-то общее такое, Бог, даже Отец нормально, а вот с Иисусом иногда проблемы, с именем Иисуса проблемы. И, ну, и это вот и есть основная такая, важная такая проблема. Или стереотип какой-то стоит. Потому что, как я уже говорил, ударили тебя по правой, подставь левую. Да, и вот у меня этот стереотип был. Ну, потом я читал Евангелие, я видел, когда Иисуса бьют по щеке, Он говорит, что ты меня бьешь? Если я что-то не так сказал, скажи, что я это не так сказал. И я начал думать, опа, оказывается, не все так буквально. Оказывается, не нужно быть вот таким вот и позволять себя бить. Оказывается, это что-то, ну, другое. И я начал думать. И я, ну, вот мне долго была скрыта эта личность как-то. Ну, вот я думал об этом, размышлял. По-моему, я, может быть, даже читал какие-то крестьянские книги. По-моему, я даже вот «Путешествие пилигрима» прочитал. Кто-то читал «Путешествие пилигрима»? Если кто-нибудь читал, почитайте, пожалуйста. У нас есть две книги. Если кому-то интересно, мы принесем. Вот это вот, ну, мне понравилось. Это «Путешествие пилигрима» Джона Бунияна, как бы. Я вот слышал такое мнение христианское, что это вторая книга после Библии по духовности. Вот. Ну, и, конечно, тоже какое-то, да, мнение частное, богословское. Но книга действительно очень, ну, интересная. Мне она дала вот тоже, ну, какое-то определенное расширение сознания. Она очень интересно написана, увлекательно. И вот там есть очень много разных ситуаций, с которыми нам сталкиваются. И вот, ну, я не помню, из книги или что, но я понял, что вот, ну, я ничего с собой сделать не могу. Я не уважаю Иисуса. Не нравится он мне. Вот, ну, я не могу же себя заставить, чтобы он мне нравился. Понимаете, вот, ну, я не вижу в нем чего-то такого. Я вот читаю про царя Давида, и я хочу быть как Давид. Мне нравится, как он победил Голиафа. Мне нравится, как он царствует. Я читаю про Гидеона, мне нравится быть как Гидеон. Я читаю про Иисуса, и вот как-то вот меня не цепляет. Вот слишком как-то вот, ну, знаете, я сейчас уже выворачиваю это все, но это было где-то на уровне каких-то, ну, ощущений. Скрыто называется. Знаете, это называется скрыто, закрыто от тебя. Закрыт от тебя его образ. Ты не знаешь, как на него смотреть. Ты не знаешь, вот, ты действительно не видишь то, что видят ученики, то, что они переживают. Что вот про него там Соломон нам нравится, мудрый. А Иисус говорит, здесь больше Соломона. Представляете, да? Вот просто подумайте, да? Вот, он говорит, вот Соломон был, самый крутой. Царица Савская пришла послушать его мудрости, восхищалась им. Был очень духовный человек, способный царь, руководитель. А Иисус говорит, а здесь больше Соломона. Многие говорят, цари и пророки хотели видеть то, что вы видите сейчас, но не видели. А у вас вот эта привилегия есть видеть. Понимаете? Поэтому вот то, что нам нужно, да, и то, что я стал вот с собой делать, я пытался, я стал хотеть увидеть, знаете, хотеть разглядеть вот этот образ, что же там есть, во что же так влюблены ученики. И вот по этим маленьким деталям, да, вот еще вам один такой вот, это как у меня, как меня Бог вел, да? В меня зашел вот это вот слово, вот этот образ, лев из колена Иудина. Да, вот это тоже про него. И вот это вот название, оно меня как бы вдохновило, он лев. Я уже начал вот думать о нем, что кто такой лев, да? Это лидер, сильный, царь зверей, да? То есть у нас, да, и вот он лев. То есть я смотрю на Иисуса, у меня религиозный стереотип, я думаю, ну какой это лев? Ну, понимаете, когда религиозный стереотип, какой это лев? Но в Библии написано, он лев. И я говорил себе, я буду думать, что он лев. Я буду вот, ну, я буду заставлять себя, когда вот буду делать этот упор, я хочу увидеть, я хочу восхищаться. Я хочу увидеть его глазами Иисуса, ну, учеников Иисуса, глазами учеников. Потому что вот, ну, вот они его видели, они его переживали. Опять же, не тот видимый образ, а вот то, кто он из себя представлял, да? Ему не нужно было, знаете, никакие погоны, ему не нужно было никакой статус, ему не нужно было никакое, вот, ну, человеческое подтверждение. Он просто был, кем он был. И все. И вот с этой своей внутренней силой, любовью, характером, да? И он не направил свою жизнь в том... Он мог куда угодно направить свою жизнь, добиться чего угодно. Именно это ему и предлагал дьявол. Он говорит, поклонись мне, и я дам тебе все царства мира. Все, да? То есть направь свой взор, направь вот свое мышление на образ этого мира. Вот просто захоти добиться чего-то в этом мире. Вот все, и ты добьешься всего, что ты захочешь. Понимаете или нет, да? Вот что ему дьявол предлагает. Не то, что там поклонись мне, и я тебе все дам. Ну, я имею в виду, вот именно в буквальном, да, он поклонился ему, ну, держи. Вот это вот называется поклониться образу этого мира, да? Когда ты соглашаешься в том, что вот то, как живет этот мир, те ценности, которые есть в этом мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это для тебя. Это вот единственный тот образ, который для тебя. Вот, ну, и весь мир сейчас, он об этом. Вот, что тебе надо, тебе надо добиться, тебе надо то, 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 то. Иисус отказывается от этого образа. Иисус отказывается, он говорит, ну, не надо, не в этом суть, не в этом образ. И когда вот там был такой момент, он говорит, вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего, да? То есть вот он полностью отказался от образа этого мира, от духа этого мира, что это важно, ценно, и это то, ради чего стоит жить. И он вот, он просто пошел жить и стал жить по духу Отца, по духу Божьему. Дух Божий есть любовь, Дух Божий есть сострадание, да? И вот он вот со всем этим вот внутренним своим содержанием живет, учит учеников, рассказывает, как нужно мыслить, как нужно поступать. Вот кто такой Иисус Христос. Он говорит, я пусть истинная жизнь, да? Иоанна, Евангелие, первая глава, просто стихи, важные, сильные, ключевые стихи. Первая глава, 18 стих. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Мы должны понять, да, вот мы читали Ветхий Завет, нет образа, да? И вот он Новый Завет, и вот так вот Евангелист Иоанн о нем говорит. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Бога. Да? Он явил вот этот образ Божий, характер Божий, сердце Божье, мышление Божье, да? Вот, ну вот, Бог воплотился. Поэтому, и даже вот чудеса и знамения, это всего лишь атрибуты Его. Это вот то, что Он делал, это не, ну как бы, это такой важный момент, но это подтверждающий момент, чтобы обратили внимание на Личность. Понимаете? То есть, как бы, поэтому мы, и в первую очередь, знаете, поэтому мы, как христиане, которые должны отражать Его образ, должны гнаться не за чудесами и знамениями, которые Бог через нас будет делать, а как за отражением Его личности, чтобы в первую очередь в нас отразилась Его личность, чтобы мы стали внутренне, как Он, с этим мышлением, и тогда вслед за этим придут и чудеса и знамения, чтобы обратили внимание на Тебя, на нас, как на Церковь. Аминь? Именно вот про это говорится, что вся тварь с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих, что мы должны вырасти вот в эту меру полного возраста Христа. Именно вот в этой мере полного возраста, да, для того, чтобы вот уже думать, и тогда уже там будут чудеса, будут знамения, это будет не столь важно, сколь важно вот Бог тебя начнет, но Бог тебя будет прославлять. Помните, да, что тех, кого призвал, тех оправдал, кого оправдал, тех и прославил, да, и Он прославляет Своего Сына, и Он будет прославлять Сыновей, подобных Его образу, взрослых, возросших в это. Исайя, 53 глава. В Ветхом Завете тоже мы вот, знаменитое место, знаете, да, что вот у евреев, 53 глава, под запретом. Если они не могут что-либо по ней сказать, потому что там настолько явно им предстает Иисус, Мессия, которого они распяли, они просто говорят, запрет на нее, все, нет, они убрать не могут у них власти, нет, слишком много уже Библия распространилась, она уже не только им принадлежит, вот, уже, ну, как бы, если они просто ее вырвут там и скажут, что ее никогда не было, они сами попадут в ловушку, вот, но она у них под запретом, и давайте мы ее прочитаем. Кто поверил слышанному от нас, кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца Он видел, он был на заклане, и как агнец перед стригущими Его безгласен, так и Он не отверзал уст своих. От уст и суда Он был взят, но рот Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Вот такой образ предстает перед нами, образ Мессии, образ Иисуса Христа, и каждая строчка лишь просто попадает в цель. Одна десятка, другая десятка. И да, вот прям сразу начиная, что не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. И вот она разница между образом и видом. И это тоже то, что нам как можно быстрее нужно проводить в своем сознании. Что вот, ну, проси Бога, Бог, убери стереотипы из моей головы, из моего сознания. Открой мне этот образ, открой мне Иисуса Христа, открой мне, я хочу влюбиться в Него. Влюби меня в себя. Понимаете, мы по-разному можем формулировать это, но это то, на самом деле, вот, что будет менять нашу жизнь. Что будет по-настоящему преображать нашу жизнь. Что будет преображать жизни те, которые вокруг нас. То, что будет действительно являть Бога другим людям через нас. Знаете, не наши, там, даже какие-то вот служения, да, или вот именно характер, именно личность, именно вот это внутреннее отражение этой личности. Да, и здесь написано, что его бьют, а он не открывает своих уст. Вот он образ для нас, да, что вот, ну, мы тоже, да, вот, мы тоже, как он, можем страдать за других людей. И я это тоже, ну, понял, и понимаю, и практикую даже, да, что, вот, мы думаем, что вот мы несем христианство, и вот все будут, ну, нас сразу слушать, все там будут с нами соглашаться, но много раз ты будешь проходить через то, что люди будут плевать тебе в лицо. И твоя задача не возненавидеть их. Твоя задача продолжать их любить, как Христос это делал, и умирать за них, вот в этой, да, своей гордости, да, для своего, и однажды Бог коснется их через твое, может быть, поведение. Вот, поэтому не было в нем вида, который привлек бы нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Вот представьте, да, как, вот, что переживает Христос. Что Исайя пророчествует об этом за, там, пятьсот, или сколько-то лет, или шестьсот, не знаю точно, да. Представьте, какой пласт времени, и он, вот этот образ страдающего Христа, страдающего Мессии, передает в таких точностях, да, что мы даже, что люди от него лицо отвращали, им было вот неприятно на это все смотреть. А в это время он нес болезни и умирал за грехи, да. Он взял на себя наши болезни, да. И вот это еще мысль такая, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. То есть, вот, от людей скрыто это, да, от людей скрыто это часто, что людям кажется, что вот Бог его наказывал, да. И ты, когда будешь проповедовать Евангелие через Иисуса Христа, будут какие-то вещи, что другим будет людям казаться, что Бог тебя еще бьет. Это, ну, это реальность. Потому что апостол Павел однажды сказал, что нам не только дано с ним, ну, вот, быть, но нам, он говорит, нам дано еще страдать вместе с ним. Вот. И вот, ну, это тоже важная часть, которая уже в зрелости дается. Поэтому, ну, сейчас мы не будем об этом, да. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклане, и как агнес, перестрегущий ему безгласен, так он не отверзал уст своих. Да, вот, опять же, да, мы ну, должны понять, как решает Иисус наши проблемы. Что Бог делает через Иисуса Христа вот в этих его страданиях. Что Бог не решает наши проблемы так, что вот пришел и все за нас решил. Он решает наши проблемы, в первую очередь, с нашим грехом. Тем, что Иисус страдает и умирает, отдает всего себя вместо нас. То, что должно быть тебе, то, что ты должен терпеть, Он терпит. Понимаете? И вот когда ты начинаешь об этом думать, ты правильно думаешь, ты правильно оцениваешь, то есть ты тогда вот начинаешь восхищаться. Да как ты можешь за меня? Вот такого вместо меня. Вот это все терпеть и продолжать еще меня любить. Того, который, может быть, среди этой толпы находился или находится, да, именно в своем мышлении. Потому что кто распял Иисуса-то? Религия, толпа и язычники. Да, вот это все. И вот мы в любом случае там где-то, если не в религии, так в толпе, да, которую подбила религия, почему толпа так делается? Потому что не размышляет, потому что скрыт от них этот образ, да, но Иисус вот это все несет и говорит, прости им, ибо они не ведают, что творят. Да, Он вот находит в себе вот это вот, понимаете, вот чему следует восхищаться, силе личности, силе характера, что Он, да, вот Он истизуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, да, вот многие бы вот в этом обозлились. Знаете, там, ну, кто смотрел страсти Христова? Смотрели и плакали, да? Потому что, ну, не игрушки, знаете, не просто там побили, привязали и умер, или там, но там вот по максимуму передана вот эта боль, и вот в этой боли Он все равно имеет вот это вот сознание, что Он понимает, что Он делает, да, вот эта вот сила личности, сила любви, сила характера, того, что Христос совершает за нас, понимаете? Вот этому мы должны научиться восхищаться, об этом думать, потому что мы, ну, именно вот это в нас должно отразиться, именно вот этим светом мы будем светить другим, когда вот, ну, мы будем проходить через испытания, когда будем проходить через трудности, и мы вместо того, чтобы обозлиться, сорваться, или там, напиться, или еще что-то, мы, ну, просто принимаем все это в надежде, да, понимая, что мы делаем. Вот мы видим в нем образ, образ мысли, образ, как жить, как проходить, ради чего. Не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Вот там, я говорил вам про Иоанна Крестителя, тоже есть образ некий такой духовный, но вот этот образ некий духовный, вот в этих своих страданиях последних, несправедливых к нему, да, он тоже терпит несправедливые страдания, он служит Богу, он пытается служить даже царю, чтобы царь освободился от греха, Ирод, да, и он ему проповедует, и он тоже на что-то надеется, но когда вот его жизнь приходит к концу, он, ну, как бы, он начинает думать о себе где-то, да, и он посылает учеников к Иисусу спросить, а ты ли тот, который должен прийти, или ждать нам другого, да, Иисус говорит, пойдите ему, расскажите, и он говорит, блажен, кто не усомнится о мне, и вот Иоанн Креститель, он усомнился, он огорчился в конце, да, он разуверился, что Бог все контролирует, понимаете, он, ну, он не может, потому что он, у него недостаток Духа, он не может, вот, принести, вот, себя в жертву, так, как делает это Иисус Христос, вот, понимаете, мы, вот это вот, ну, наше все, ну, и дальше, вот, все подтверждения о нем, да, что, от усы суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, да, насколько точно исполняется пророчество, насколько точно за 600 лет Исаия об этом говорит и пророчествует, да, ну, тоже там представьте, что Иисус когда-то эту главу читал сам про себя, вот, и это тоже, да, для нас, вот, ну, образ Христа, что мы идем по Писанию, мы тоже должны про себя найти здесь в Писании, кто мы, что мы, для чего мы, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Аминь. Да, вот мы, то, что мы читаем про Иисуса Христа. Он евреем, четвертая глава. он первосвященник, которому, вот, опять же, да, какой образ мы имеем в религии первосвященников или священников. Что мы видим, я вот помню, да, вот это вот. Прошу, если не могучие даже ходить. Опять же, да, вот что делает религия? Религия, вот, хочешь не хочешь, она затмевает образ Христа. Она вот, ну, просто вот отдаляет, да, и вот ты понимаешь, что вот это вот первосвященник, вот это вот, не знаю, как даже назвать, да, к которому подойти нельзя, да, или там, даже в это, в мобиле за этим, за стеклом там тоже, да, папа-мобиль, да, вот, ну, я говорю, не будем никого обижать там, или еще что-то, но, вот, да, мы, мы, что мы видим вот за этим образом? Недоступность к этим людям. Понимаете, вот я, что я чувствую, так этому человеку ему все равно до меня. Он стоит, вот в этом всем красивом, большом, перед огромной организацией, с огромной кучей там телохранителей, что у меня доступа к нему совершенно нет, и ему до моей жизни нет никакого дела. А вот, вот как показывает нам религия, понимаете, она так вот всех вот расставила на свои места, но про Иисуса Христа мы видим, да, вот, что самый главный первый священник, который, вот он, они ему даже там в подметке не годятся, все эти священники. Он над ними, вот какой он, 4 глава, евреям, 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам, искушен во всем, кроме греха, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, да, который не может, да, мы имеем не такого первосвящения, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам, искушен во всем, ну, вот в современном переводе, да, здесь написано, искушен во всем, кроме греха, но в современном переводе говорит так, что который испытан, искушен во всем, но не согрешил, да, то есть вот он не согрешил, он прошел этот путь, и он этот первосвященник, он тот, который знает нас, понимаете, тот, к которому мы можем приближаться, это вот личность, понимаете, который есть до нас дело, который понимает, как нам трудно, который понимает, который сострадает нам. И мы точно так же, да, должны вот, ну, в своей жизни, ну, как бы в своем духовном пути не отдаляться от людей, одеваясь вот в эти вот одежды, да, которые возвышают как-то нас, но наоборот быть среди людей, вот она его функция, вот какой образ имеем мы в нем, аминь, понимаете, мы об образе его, да, который мы должны отражать, можем говорить много, очень много, не хватит нам вот времени, мы вот какой-то момент возьмем, рассмотрим, другой момент возьмем, рассмотрим и так далее, поэтому, ну, я лишь, моя задача сегодня направить ваш взор, направить желание вашего сердца увидеть, чтобы вы лично его начали видеть, чтобы вы лично его смогли в него влюбиться, понимаете, и еще раз я хочу, чтобы вот мы прочитали Откровение, первая глава, это очень важный образ, я говорю, вот в прошлый раз мы как быстро бежали для того, чтобы вот, ну, как-то вот эту тему начать, зацепить, но, вот увидьте этот образ тоже, который Бог нам дает, через Откровение Иоанна, да, первая глава с 13 стиха, и посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного в падир, то есть длинной одежды иудейских первосвященников и царей, и по персям, опоясанного золотым поясом, «Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобно Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих, он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый, с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Вот попробуйте нарисовать этот образ, с трудом получится, понимаете, потому что это не просто образ, я вот даже попытался забить какие-то картинки, думаю, вот есть там образ из Откровения, и не смог ничего такого найти, потому что я бы нарисовал там это все вот как-то по-своему, да, что вот это вот сияющее лицо, как солнце, посмотрите на солнце, ты посмотришь на солнце, и вот там еще и меч выходит. Как увидеть меч, когда лицо, как солнце? Как увидеть глаза вообще раскаленные, когда лицо, как солнце? Да, как увидеть волосы белые, когда лицо, как солнце, и так далее. То есть мы, и мы понимаем, что это не то, что нужно увидеть, а то, о чем нужно размышлять. Аминь. Поэтому наша задача не увидеть, наша задача размышлять, наша задача понять, кто это. Вот что такое из уст, выходящий с обеих сторон меч, ну вот это обоюдоострый меч, выходящий из уст. Что это? Что это за образ? Слово. К нам это как относится? У нас может быть это или нет? Это проповедь, это проповедник, это проповедь Евангелия, это вот то, что Бог хочет, чтобы в нас было. Мы его должны отражать, мы все должны быть проповедниками. Мое мнение, каждый христианин должен быть проповедником. Я не знаю, что тебе делать в христианстве, если ты не будешь проповедовать. Потому что вот, ну как, понимаете, потому что если мы сыны, мы все отражение его. И вот понимаете, что вот это вот, ну давайте так назовем, вот это существо духовное, да, которое увидел апостол Иоанн. А мы, полное его подобие, каковы перстные, таковы перстные, каков небесный, таковы и небесные. Да, мы, вот этот образ, его, вот этого образа, да, ноги раскаленные, да, для чего? Для того, чтобы стоптать скорпионов, змей, наступать на всю силу вражью. Да, что это не просто, что, ну, это их жжет. Вот, поэтому вот то, что должно произойти с нами, это мы вот должны отразить его образ в духе. То, что творение ожидает откровения сынов, это она, вот все творение ожидает вот этого, вот таких вот, как он, с горячими глазами, с мечом обоюдоострым из уст, с белыми волосами, с голосом, подобным у многих шум, да. И вот этого, вот этого существа боится, ну, как бы, весь вражеский мир. Вы должны понять, что вот в нем мы это. Весь вражеский мир, он в ужасе от нас. Понимаете, вот, вот когда мы в этом. И мы должны вот однажды, в меру полного возраста Иисуса Христа, прийти вот в это. Горящие глаза, меч обоюдоострый, раскаленные ноги, да. И вот, понимаете, размышляйте об этом, размышляйте об этом, да, потому что мы поймем план Божий, который Бог нам хочет, да. Тогда мы поймем, что нам нужно и учиться тоже, да, вот. Вот, потому что наша жизнь здесь, на этой земле, не для того, чтобы мы просто ее отсидели. И, Господи, забери нас, пожалуйста. Забери нас, мы на чемоданах, мы устали, мы настрадались. И вот, ну, не этот образ мы им видим. Он нас не для этого на эту землю поместил. Он все сделал для того, чтобы мы в этот образ его вошли, отразили его. Поэтому нам нужно много-много об этом размышлять. Ну и последнее место прочитаем просто. Первое Коринфянам, мы уже про него говорили. Пятнадцатая глава. Сорок второго стиха. Так и при воскресении мертвых, сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущую. А последний Адам есть дух животворящий. Это то, от чего от нас Бог хочет. Вот последний Адам есть дух животворящий. И мы не просто душа живущая, но мы должны стать духом. Что такое животворящий дух? Дух, дающий жизнь. Он говорит, потекут реки, воды живой из вашего чрева, понимаете? И река, которая текла из-под порога, храма, написано, все, что росло по берегам, все оживало, понимаете? Вот это вот духовные символы, которые Бог хочет нам передать. Когда мы начнем жить по духу, когда мы отразим его образ, когда мы осознаем его, придем вот в эту полноту этого образа, вокруг нашей жизни будет все оживать, просто потому что вот дух животворящий, это он. Так и написано, первый Адам стал душой живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Это вот к тому, почему все так происходит в жизни. Да, нам нужно прожить эту духовную жизнь. Моисей прожил три жизни, ему 120 лет он прожил. Он прожил 40 лет, быв сыном дочери фараона, то есть мир, он полностью там все это, 40 лет. Представляете, прилично, Бог позволяет, Бог дает. Бог, знаете, вот действительно, не хотелось бы, чтобы люди сейчас использовали стих и побежали, а я еще не добрал. Ты добрал тогда, когда тебя Бог уже стал призывать, все. Если тебя Бог как бы не выводил, не призывал, он позволял, знаете, поэтому, ну действительно, мы вот иногда не можем вот этого понять. Как вот люди, почему так поздно приходят, почему вот тоже вот грешат, там падают и так далее. Вот, ну, Бог позволяет, Бог дает человеку вот увидеть, что это за жизнь. И вот Моисей, он 40 лет, сын дочери фараона, во дворце, все прелести мира, за все заплачено, стопроцентный мажорик. Вообще, ну, ни в чем себе не отказывай. Потом еще 40 лет, Бог начинает призывать, у него еще 40 лет, семья, дети, работа, сложная работа, пасовец, на кого-то работал, но жил своей душевной жизнью. Воспитывал детей, любил жену и думал, что вот все, наверное, так и закончится в его жизни. Но нет, Бог его готовил и через это, и когда он прожил еще свои 40 лет в этом, Бог сказал, вот теперь пойдем ко мне. Вот теперь ты готов, и он его призывает, и Моисей проживает свою духовную жизнь. Я считаю, что вот каждый человек, ну, должен прожить. Да, поэтому мы видим даже Иисуса Христа, до 30 лет о нем никто не слышит, не знает, он просто живет обычной жизнью. Да, потому что, ну, вот я говорю, что мешает начать раньше, в 25, в 28, все уже созрел, достаточно. И дело не только в том, что, ну, это потому что у евреев полный возраст, ну, потому что это, ну, как бы, Бог определяет, Бог дает нам, да, и здесь написано, ну, не духовное прежде, но душевное. Вот как не хочешь ты, мы все равно душевную жизнь проживаем. Да, потому что вот это вот жить духовной жизнью, это твое осознанное решение. Это должно прийти из откровения, да, из вот того, что тебе Бог стал открываться, и ты говоришь, да, я согласен, я хочу. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковые перстные. Да, вот перстный, понимаете, слово, ну, земной, из земли, перст. Таковы перстные, и каков небесный, таковые небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Небесного. Аминь. Да, вот, мы носили этот образ, мы его не просили, но носили, так получилось, душевной своей жизнью, он говорит, как носили этот образ, будем носить теперь другой образ, потому что у нас уже есть образ, Аллилуйя, у нас уже есть образ, мы уже не в Ветхом Завете, где нет никакого образа, у нас есть образ, да, сей есть образ Бога невидимого, Бога не видел никто, но единородный Сын, Сущий в недре, и отчим он явил. И вот такова воля Божья, такова жизнь. Все-таки вот еще хочу одни стихи прочитать, Римлянам 8 глава, чтобы уже иметь вот, ну, задел, ну, на нас, я все время об этом говорю, чтобы именно вот к моим любимым стихам, Римлянам 8 глава, ибо вся тварь с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих, чтобы понимать, опять же, о том, что, ну, вот, Бог ждет, Бог нас отпитывает, Бог нас растит, Бог хочет нас привести в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Для чего? Для того, чтобы повлиять на этот мир, потому что вся тварь с надеждой ожидает. Вы понимаете, вот эти вот слова, вся тварь с надеждой ожидает. Есть какой-то, вот, сегодня не нашел его, но, может быть, найду в следующий раз. Сейчас уже много переводов всяких, и есть очень такие красивые переводы, современный, там, какой-то или ультрасовременный русский перевод, может быть, там, по какому-то имени назван, там, знаете, какая метафора вставлена, что вот, ну, это близко к тому, что вот все творение, оно, оно на цыпочках, затаив дыхание, ждет. Представляете, вот, ну, кого ждут? Кого ждут? Еще раз, кого ждут? Тебя ждут, сынов. Вот она опять же в чем, опять же иногда, сынов, каких? Ну, там где-то, там где-то, потом придут. Сейчас это откровение уже открывается, тебя ждут, понимаете, именно тебя. Я вам рассказывал однажды, опять этот сон начинает меня преследовать. Я вам его однажды рассказывал, что вот, я во сне попадаю, ну, там, где взорвался я, как Иисус, вы тоже вспомните, вот. Был сон, где война, какие-то боевые действия, мы, какое-то помещение такое, типа штаба, мы как-то вот, я, меня туда то ли приводят, то ли я так прихожу, и я такой вот, я, ну, я, какие-то боевые действия, там уже, как бы, те, которые участвуют в этих боевых действиях, какое-то скоро начнется какое-то, должно начаться какое-то задание, ну, знаете, как, во сне ты все, как бы, вот, чуть-чуть знаешь, да? И вот сегодня мы там уже куда-то пойдем и будем где-то, вот, воевать. Вот просто представьте, мне страшно, ну, как бы, потому что ты понимаешь, что там все, как бы, серьезно, вот. Вот, и вот эти люди, которыми я как-то понимаю, вот, я был удивлен, они увидели меня, и они радуются. Наконец-то ты, типа, о, теперь вообще ништяк. Вот он пришел, представляете, вот, я даже не помню вот эти слова, я помню вот это чувство, что они, я думаю, я пришел, я меня, я ничего не умею, я ничего не это. А там вот какая-то такая атмосфера, что вот все ждали, вот эти вот люди, как будто вот ждали меня для того, чтобы все, теперь, ну, вот, какой-то вот такой уважение, что я какой-то воин, которого там ждали, а я, я боюсь, и там куда-то, и так, и так далее. Но, я говорю, я потом размышлял. И вот это примерно об этом, знаете, потому что он избрал нас в нем до создания мира. Знаете, вот мы написаны в Мисахе сегодня, вот это вот время, оно последнее, реально. Вот это откровение о сынах Божьих звучит все громче и громче. Я все больше и больше начинаю на него нарываться, и мне казалось, что я вообще его раньше один только вижу, никто ничего не слышит. Но потом я начал видеть, что они есть эти сыны, они есть эти люди, которые об этом говорят, которые говорят вот о том, что мы не Иисуса ждем. О, сейчас религия меня камнями забьет. Не забирай у нас. Иисус придет и нас спасет. Вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Вся тварь на цыпочках притаилась и ждет, когда же они покажутся, появятся вот эти вот сыны, понимаете? Спасибо. Продолжение следует...